Приветствую всех. Меня зовут Эльвира, я коммерческий художник. И сегодня я хочу рассказать о том, как я пыталась и до сих пор пытаюсь стать участником программы «Наград для авторов» от TikTok. Эта программа – вид монетизации, очень похожа на то, что делает YouTube. Я имею в виду партнерскую программу, когда авторам контента на YouTube площадка платит вознаграждение. TikTok тоже идет по этому пути. И сейчас вот эта вот программа «Наград для авторов» от TikTok доступна в нескольких странах. И это тип монетизации, когда вы создаете контент, и за просмотры ваших видео TikTok платит вам деньги. Сейчас эта программа работает в Германии, Франции, США, также в Японии и в Южной Корее. Я для себя очень долго не воспринимала TikTok как серьезную площадку. Я просто думала, что это площадка для тинейджеров, что мне там делать. Я даже не понимала, как я могу монетизировать свое присутствие на этой площадке, то есть продавать свои картины. Ну, как бы я понимала, что мне, в принципе, ресурса Инстаграма хватает. И поэтому я долго не понимала, что это такое, зачем это мне нужно. Но постепенно я изменила свое мнение. Но это такой материал, знаете, для другого видео. Слишком много всего произошло. И TikTok очень сильно мне помог последние полгода. Но я хочу именно сейчас поговорить про монетизацию. В общем, в середине июля я скроллила ленту и увидела ролик одной девушки, которая рассказывала, что она подключила себе французский аккаунт. Я, конечно, слышала о таких вариантах, но мне тогда казалось, что это очень-очень сложно. То есть у вас должна быть либо корейская, либо французская сим-карта. То есть просто так это не сделай. То есть я знала, что есть люди, которые продают обучение, есть люди, которые готовы вам создать вот этот вот аккаунт, французский, корейский, немецкий, что это стоит, ну, где-то там порядка 200 евро. Я это все слышала, но как-то все это всерьез не воспринимала. И вот в середине июля я увидела ролик девушки, которая рассказывала, она из Казахстана, и которая рассказывала о том, что она за пять минут создала себе французский аккаунт. При этом ей не понадобилось ни у кого никакие курсы покупать. Ей не понадобилась там французская сим-карта. Она это сделала с помощью почты, почты Outlook. В общем, я не буду сейчас рассказывать всю эту инструкцию, потому что уже существует еще проще способ, как получить себе такой аккаунт. Я действительно, ну, решила просто так попробовать, и я создала себе аккаунт, но не с первой попытки. Я это сделала, по-моему, с попытки третьей или четвертой. Я пыталась сделать это на ноутбуке, не получилось у меня. Потом я это делала на своем телефоне, тоже не получилось. То есть VPN-ы скачивала, потом переставляла регионы, и в итоге на планшете у меня получилось создать французский аккаунт. Это был мой первый аккаунт, и я, конечно, начала уже думать, какого типа видео мне нужно туда выставлять, да, потому что у ТикТока есть определенные условия, когда он готов вам предложить участие в программе «Награ для авторов». То есть вам должно быть больше 18 лет. Вы должны в первый месяц набрать суммарно своих видео на 100 тысяч просмотров, и также вы должны иметь 10 тысяч подписчиков. В Корее это 50 тысяч подписчиков. И я создала этот аккаунт и начала, знаете, экспериментировать, различные ролики выкладывать, но я выложила 9 роликов, и ни один ролик у меня не выстрелил. Просто там где-то было максимум 700 просмотров. Это, конечно же, ни о чем. Было около 20 подписчиков. Ну, понимаете, да, как это, в общем, было все безнадежно, скажем так. Но у меня есть мой старый большой аккаунт в ТикТок, и набор аудиторий, набор активности у меня именно так и начинался. То есть я выкладывала, ну, я это делала, знаете, ну, чисто на отвали, да. То есть я выложила в Инстаграм ролик и параллельно закинула в ТикТок. И даже не смотрела, что там лайкают, не лайкают, сколько просмотров. Ну, это было примерно два года назад. Затем прошло какое-то время, и мой аккаунт в ТикТок начал расти. Начались просмотры, очень много комментариев, и рост. Сейчас это аккаунт с такой очень хорошей активностью, там 23 тысячи подписчиков. Каждое видео набирает много просмотров, по крайней мере, больше, чем у меня подписчиков на канале моем. И я была готова работать в долгую. То есть я понимала, что это будет не быстро, что мне нужно время. Так вот, я создала этот аккаунт, и прошло пять дней, и мне аккаунт заблокировали. Что произошло? Я потом начала анализировать, что я сделала не так. Значит, дело в том, что я открыла свой аккаунт, и через пять дней уехала в другой город. И как только я открыла ТикТок в этом другом городе, я открываю ленту, и я понимаю, я хотела выложить видео, я пытаюсь выложить видео, и я понимаю, что ТикТок удаляет видео. То есть загрузил полностью, выложил в ленту, и бах, он пропал. Причем никакого объяснения, было ли там нарушение какое-то, что-то я не так сделала. Нет, вообще как белый лист, как будто ничего не произошло. Потом я понимаю, что я не могу подписываться на людей, я не могу ставить лайки, не могу комментировать, не могу отвечать на комментарии, которые именно в моем контенте. В общем, это был такой бан. Значит, я не поняла вообще, почему так. Но я такой человек, знаете, импульсивный очень. То есть мне загорелась эта идея, я хотела попробовать, я хотела себе быстрее получить монетизированный аккаунт. И уже там, в другом городе, в Петропавловске, я создаю новый аккаунт, новый французский аккаунт. Это была моя ошибка. Потому что, как я поняла, что вот это ТикТок воспринимает подозрительным для новых аккаунтов, что только-только создали аккаунт, и география его куда-то переместилась, да, что он куда-то, как будто вот человек открыл его совсем в другом регионе. Так вот, я создаю второй аккаунт. И тут я уже думаю, что, ну, надо так подумать, с каким видео зайти. Я выкладываю видео. Ну, оно было немного похоже на то видео, которое у меня залетело, по-моему, на полтора миллиона в моем старом ТикТок аккаунте. Я выкладываю это видео, и это видео попадает в рекомендации. Это видео набирает какие-то бешеные просмотры. То есть в первый день он набрал 15 тысяч, во второй день там уже было около 70 тысяч. И на момент блокировки этот ролик уже набрал в районе 270 тысяч просмотров. В этом, в Петропавловске, я выложила еще два видео, и эти оба видео тоже завирусились. У меня на канале была просто такая, знаете, бешеная статистика. То есть у меня росло количество подписчиков. Было на тот момент уже более трех тысяч. Мне оставалось только 7 тысяч подписчиков. Это был результат. Поймите, даже недели не прошло. Прошло, по-моему, шесть дней прошло. И такие результаты. То есть статистика росла. Было очень много комментариев. На одном видео было, вот на самом первом видео было 2 тысячи с половиной комментариев. То есть я понимала, что до монетизации, до вступления в эту программу мне оставалось совсем ничего. Я понимала, что где-то 2-3 недели я наберу 10 тысяч подписчиков. Значит, я такая вся воодушевленная. Я уже думаю, какой контент я еще могу сделать. То есть что я могу придумать такое. У меня прям вот столько идей было. Я вот только об этом и думала. Но я уезжаю из Петропавловска, приезжаю в Алматы, открываю свой ТикТок-аккаунт и понимаю, что случилась та же самая вещь, что с моим первым аккаунтом. Я не могу выкладывать видео, я не могу лайкать, я не могу подписываться. То есть я понимаю, что я в бане. Я пишу в службу поддержки. В службе поддержки там, видимо, какой-то сидит искусственный интеллект, который просто шаблонные фразы мне писал. То есть не было никакого решения моей проблемы. Я писала, писала. И через 4 дня пришло уведомление, что мой аккаунт удален навсегда. Я, конечно, очень сильно расстроилась. Конечно, я не оставила эту идею. Теперь я понимаю, что если у вас новый аккаунт, подключать его в каких-то других локациях за пределами места, где он был зарегистрирован, не стоит, потому что все эти действия сейчас очень подозрительны. Ну, понятно, что ТикТок там тоже не дураки сидят. Они, конечно, прекрасно понимают, что люди пытаются таким образом подключиться к монетизации и уже настраивают свои системы, чтобы вылавливать такие аккаунты, их банить. Так вот, я создала себе еще один аккаунт и создала его буквально за 3 минуты. Сейчас расскажу, как я это сделала. Это вообще никакой VPN не нужен. Доставать сим-карты не надо. Все делается очень просто. Значит, вы создаете себе просто аккаунт, Google аккаунт, ну, то есть почтовый ящик Google, еще один, если у вас уже есть какой-то. Вы его создаете, причем в VPN ничего не надо подключать, просто создали. Затем заходите в приложение в ТикТок, и у вас должна появиться, ну, вот такое окошко войти или зарегистрироваться. Вы выбираете зарегистрироваться через Google, но прежде всего нужно выбрать регион. Вот я сейчас попробую приложить скрин и показать. Значит, здесь внизу вот страницы, где вам предлагается либо зарегистрироваться, либо войти в аккаунт, здесь есть вот такая вот внизу сносочка, и здесь нужно поменять регион. Вы меняете, вот у меня высвечивается регион Кейзет или Казахстан. Вы нажимаете на вот эту вот страну, которая у вас показывает, и выбираете одну из стран, которая участвует в этой программе. Я выбрала Францию. И после этого я зарегистрировалась с помощью аккаунта в Google, и открыла свой новый аккаунт, и посмотрела, что у меня вот эта программа, программа награды для авторов есть. То есть я уже могу выкладывать видео, уже могу добираться до своих целей поставленных. Значит, кто-то может сказать, что все это зря, что TikTok все равно заблокирует, что ничего не получится, что многие сталкиваются с проблемами вывода денег и так далее. Но что я хочу сказать? Это опыт. Даже если ничего не получится, для меня это опыт, я это попробовала. Я все равно надеюсь, что эта программа придет и в Казахстан, официально и легально. Говорят, вообще кто-то говорит, что это может произойти уже к концу этого года. Поживем, увидим, скажем так. Поэтому буду держать вас в курсе, буду рассказывать, что да как. Сейчас, конечно, я создала этот аккаунт новый два дня назад. Сейчас я выдерживаю паузу, чтобы не вызывать своей активности подозрений. Ну, наверное, через дня 3-4 я попробую выложить первое видео. Сейчас у меня будет совсем другая стратегия. Я хочу, чтобы с первого видео получить хорошие показатели. То есть если мое видео не наберет таких внушительных просмотров, я этот аккаунт заброшу и буду начинать новый. Потому что самое первое видео имеет очень большое значение. Потому что первое видео в новом аккаунте ТикТок активно продвигает. То есть он не будет... ТикТок продвигает ваше второе, третье видео. Но вот первое он будет форсить, бустить очень активно. Поэтому ваше первое видео будет таким решающим. Поэтому я решила, что стратегия у меня такая. Я готовлю какой-то там хайповый ролик. Буду рассказывать о чем-то таком, что будет вызывать реакцию у людей. Какое-то возмущение, какое-то желание прокомментировать, желание ответить. Ну, собственно говоря, в этом и заключается секрет каких-то таких хайповых видео, которые набирают большие просмотры. В общем, вот такая ситуация на сегодня. Буду держать вас в курсе. Если есть какие-то вопросы, замечания, может быть, вы уже что-то попробовали в плане монетизации, пожалуйста, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Пока. До скорых встреч.